Начинается у меня новая эпопея. Одну закончили с поликлиниками, другую начинаем. Надо подать заявки, всякие бумажки для компенсации, для помощи разрушенных домов. Так, снова БФТИЛ. Бывший парк. Разрушенный БФТИЛ. Шикарная новая грязелечебница была. Мы туда курсовку брали. Старшему еще Лешке. Ходили на электрофорез грязи, на радоновые ванны. Там детское отделение было. Электросон, ну все как положено. Курсовка. Сейчас этого ничего нет. Было, по-моему, детское отделение ромашка называлось. Вот. Вот так выглядит старый БФТИЛ. В котором тоже были бюветы, вода. Это все провалилось. Здесь был большой фонтан. Еще маленькая была, помню, все фотографии здесь вокруг фонтана. Здесь были целые аллеи. Киосков, ресторанчиков. Начало 70-х. Еще застали мы. Все как в фильмах показывают старых про курорты. Белые балюстрады, ракушки концертные, танцплощадки. Грустно. Грустно. Курорт основан еще 1800. Вон 20-е годы какие-то. Все постройки были с тех времен. Как дворцы. Несколько ракет сюда попадало. Как медом намазано прям. Это уже новое строение. Когда-то пройду вглубь парка и там сниму все то, что осталось вам покажу. Это недостроенный комплекс был. Приехала в город сделать ксерокопии. Надо в банке реквизиты, чтобы деньги поступали какие-то от организации на восстановление моих окон. А банк закрыт. Закрыт с тревогой воздушной. Ну короче стоим на улице и сейчас подпрыгиваем. Ой. Любой звук. Два прилета только что было куда-то. Такие дела. Уже дергаюсь от любого взрыва. Никто никуда не боится, не прячется. Вот воздушная тревога. Вот возле банка укрытие есть. И так на всех остановках. На таких больших местах. Может внутри снять. Внутри такие укрытия. На всякий случай. С бетонных блоков. Классики. Не проходит у нас воздушная тревога. Еще новую объявили. Скорее всего банк не откроется. Не смогу я взять реквизиты для помощи. Придется завтра ехать еще. Хочу домой. Жарко. Хотела подойти подстрижься. Привыкла, что у меня дома девочка приходит стрижет. А здесь стрижка стоит 450 гривен. Для меня это много. Похожу лохматая. Буду стрижься дома. Так. Не хочу ничего интересного, такого смешного уже и рассказывать. Потому что большое такое горе у нас в Киеве. Сидела сейчас в бункере в этом кряталась и сижу в новостях. Это ужас просто, что творится. Вы сами все знаете. Сами все видели. У меня сын тоже. Я ему позвонила. Он говорит, мама из сети возле бункера этого. Потому что у нас очень все страшно. И они тоже, вся больница у них в этом. Ну, короче, бомбоубежище. Вот такие дела. Вот такой денек сегодня. Вот такие у нас маршрутки ездят в городе. С телевидением. Сегодня понедельник. Рынок на лесном почти не работает. Вот людей нет. Я нашла себе здесь. Вот такая вот у меня здесь скамеечка. Жду автобус. Купила немножко помидоров. Саня там уже переживает. Гремит где-то. Тревогу не отменяли еще. Угроза есть. На базаре тоже небезопасно. На рынке. Но все же. Автобус с перерыва придет. Я поеду домой. Дома полно работы. Завтра уже снова поеду за недостающими бумагами. Для оформления помощи. Не знаю, какая будет помощь. Сколько мне. Мне главное люди нужны для помощи. И я сама это все не потяну. Ни я, ни Саша. Особенно в физическом плане. В плане... В плане рабочих рук. Вот так. Хорошо на сквознячке здесь. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok